I have ways of blowing things off. На русский. Кстати, игра полностью переведена на украинский, что приятно. Я уже даже на секундочку задумался о том, что, возможно, стоило подождать и сделать её игрой на воскресенье вроде как руинера, потому что вроде как руинер у нас, возможно, скоро закончится. О, Far Changing Tides. Вот я просто не знаю, мы сейчас будем играть за ту же девушку или нет. Потому что первая игра, я не хочу сильно прям спойлерить, но она закончилась некой надеждой, что ли. Так, вдаль я идти не могу. Нет, это выглядит как будто другой персонаж, но, опять же, я не могу понять из-за того, из-за перспективы. Тут всё, персонажики маленькие, а картинка большая. Я, кстати, на минуточку сейчас ещё сбегал в настройки. На 10% спустил звук и музыку. Посмотрим. Мне показалось, что немножечко громковато. Опять же, первая серия тестовая, потом будем смотреть. Главное, чтобы было смотрибельно. Прыгнуть дальше. Нажмите и удерживайте. Да, понял. То есть, так у нас простой прыжок, так длинный прыжок. Хорошо. Играем на клавиатуре, если что. Судя по настройкам... О, тут кресла тонут. Судя по настройкам, оно, видимо, всё-таки под геймпад, но не знаю. Опять же, пока есть возможность играть на клавиатуре, и это удобно, я буду играть на клавиатуре, потому что мне так удобно, мне так привычней. Вот она, эта атмосфера. Вот он, этот вайб. Сейчас, вдруг я здесь чего-то упустил. Ничего взять не могу. Control. А как? Ладно. Пока что меня не научили ничего брать. В этом смысле игра стала, уж извините за каламбур, глубже, потому что раньше у нас существовала только поверхность, а сейчас мы можем нырять и следовать. Интересно, что у нас по воздуху, я нигде не вижу индикатора. А, вот так, да. Понятно. Вот, и взаимодействовать. А, ну, я не знаю. А, мне вон туда, что ли? Ну-ка. Причем ты взаимодействуешь и отпускаешь. Наверное, 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 знаете что? Подождите минуточку, ребят. Я все-таки переключился на геймпад. Посмотрим, как это все будет. А, вот как взаимодействовать. Я случайно нажал. Так, оно немножко поадекватнее, потому что взаимодействование на И, в то время, когда ты управляешь на ВАСТ, оно вот вообще не особо. Жаль. Я надеялся, что я все-таки поиграю на клавиатурке. Ну, ладно, так уж и быть. Давайте так. Просто так, кстати, вы прыгаете с водой? Я не могу. Ну, это логично. Мы не за дельфина играем. Можно открыть. Сюда можно залезть. Воу-воу-воу. Дом такой, смотрите, необычный. Стекло. Блин, вот вообще выглядит очень прикольно. Цветы. У меня там говорили РТ. Погодите. Урона от падения у меня, кстати, нет никакого. Зачем мне эта коробочка? Я помню, что в первой части было с этим что-то связано. То есть были вещи, которые брать совершенно... Не обязательно. Если ты ее возьмешь с собой... Я вон туда дальше никак пройти не могу. Ну, то есть в этой плоскости он совсем не двигается. Или я что-то не понимаю? Ну, вон туда. Это напрашивается. Я могу с броди как спрыгнуть туда на досточку. Но не могу. Это... Немножко что ли? Странно. Вот эту штуку я с собой заберу. Не знаю зачем, но мне предлагают. Ага. Положи. А подтащить как? Наверное, как-то... Вот так. Ну-ка, поднырни. Да. А, вот мы открыли себе проход. Так я с собой заберу этот плод. Вы что? Мне вообще не лень. Мне кажется, за это вполне может приехать какая-нибудь ачивочка, если мы вот эти... Я не знаю, это выглядит как коробка с цветами, но я не уверен. То есть у нас есть синие штучки, за которые мы цепляемся. А есть вот как синие ручки у этой коробки, за которые мы не можем цепляться, но все равно мы взаимодействуем с плотом. Поэтому вроде как нужно что-то с ними делать. Забираем. Нет. Я сюда хочу ближе подойти. Почему это нельзя сделать? Цветочек пришлось оставить. Если нырнуть. Там мы, кстати, вообще не ныряли, потому что мы плот тащили здесь. Такие подводные картины. Но это какое-то ЖД-депо, понятно. Опять же, тут вот есть автомобили, есть железнодорожная техника, а есть аккомотивы. И аккомотивы это вот изобретение чисто вот этого мира. Они есть большие, они есть маленькие. И, собственно, в прошлой игре мы как раз на аккомотиве передвигались. Так, это вылезти туда. А как мне не задохнуться? Ох ты ж, ё. Мне, в принципе, просто вперед надо было пройти. Какой-то пылесос. Да, прикиньте. Лезь. Подобные механики у нас, кстати, были. Отпусти. Я что-то нашел. Я что-то открыл. Офигеть. Это косметика или это что-то нужно? Это какая-то одежка? Причем на него одели, он не может ее снять. А вот теперь такой вопрос. Это было что-то необязательное или я прям что-то интересное сделал? Стоя тут никуда. Никуда. Это для того, чтобы быстро передвигаться под водой. Это вроде как... Смотрите, и фонарик дали. Вот это, кстати, открылось. Я туда попадал через вот эту часть. Интересно. Давайте посмотрим, а дальше я мог бы пройти без этого или нет? То есть тут открывается дверь, но я не знаю, открылась бы эта дверь, если бы я там не запустил или нет. По идее, я мог это просто пропустить. Смотрите! Подожди, подожди, подожди. Я сейчас вернусь. Тут что-то есть. Стой. А зачем мне это? Какой-то понтончик. А зачем мне понтончик? Оно же не просто так. Стой. А зачем мне понтончик? Стойте. А, возможно... А, без него я не смог бы взобраться. Все, все. Я пытаюсь искать какие-то тайные смыслы, но их нет. Это нужно просто для того, чтобы взобраться. Ладно. Не обращайте внимания. Это... Это мой водный акомотив? Посмотрим сейчас, если источник питания такой же. Сейчас надо понять, что тут происходит. Ага, вот тут могу бегать. Я его запустил. Каст оф. Мне нравится, что они тут сменили основную цветовую палитру. Ну, не то чтобы основную, но там все важные кнопки, все важные переключатели, рычаги. В первую часть у нас были красные. Здесь они такого морского голубого света. Сразу светло, сразу хорошо. Это парус. Который, наверное, не стоит сейчас. Хотя, кто его знает? Нет, стой! 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 Наверное, сюда. Я не думал, что мы проломимся. Так же, как с акомотивом, нам хватает просто ветра для того, чтобы двигаться дальше. А как мне внутрь-то попасть? Ребят, мне желает всех какой-то нужен. Или... Да! То есть, мне нужно будет ловить ветер? Для того, чтобы двигаться быстрее или медленнее, мне нужно будет ловить ветер. И так это начинается. So it begins. Я просто так скучал по вот этим ощущениям, по вот этим минутам. Да. Кстати. А как бы нам не долбануться сейчас со всей силой куда-нибудь? Надо, может, ход бы сбавить немножечко. Не лезь! Это мы ударились сейчас, да? А, вот так можно сделать. Сворачиваем. Черт, мачта! Мачта! Я опустил, но я опустил поздно. Мы долбанулись, его теперь чинить надо. Нет, это, конечно, все весело. А как мне... Я понимаю, что мне эту систему как-то чинить надо. Я не могу внутрь попасть. То ли я не должен мочь туда попасть пока что. То ли я где-то что-то не вижу. Тут я вот зажимаю кнопки действия. Причем я вот держу зум. Только пока я его держу, оно зумит. Я отпускаю. Так же самое зумаут, наверное, да? Да, только пока я его держу. Сейчас-то мы разложиться сможем уже? Это каждый раз нам придется... Понял. Лезть за парусом. Зацеплять его. И менять. Ладно, система сломана, но она пока что вроде работает. Мне нужно понять, как внутрь забраться этой штуки. И можно ли это сделать. Так же, как с Акомотивом, у нас есть парусная тяга, но у Акомотива был еще и двигатель. Я думаю, что здесь он тоже будет, судя по тем парочке... Парочке изображений, которые я видел в трейлере. Так, сохраняшка прошла. Мы куда-то добрались. Видимо, мы на какую-то ремонтную станцию или еще где-то... Нет, чувак. Сиди здесь. Складывать... Нет, почти складывать я не буду. Мы так сейчас по ветру не идем. Ну-ка, пойдем. У нас, кстати, ступеньки есть спереди, видите? Надо будет. Я что-то сломал. Да. А, понял. Стой. Нет. Мне явно нужно это... Неужели мне это нужно только для того, чтобы забраться? Нет, стой. Стой, стой, стой. Я же не знал, что он его на спину-то себе прицепляет. А зачем мне это нужно? И что это вообще? Вообще без понятия. Ладно, будем сейчас разбираться. Давайте... Знаете что? Донис, лезь, погоди. Раз уж мы стоим, раз уж у нас тут всяко такое творится, сплаваем вниз, посмотрим. Может я как-то снизу могу забраться... Нет, у нас тут... Факелы, эти факелы, прожекторы горят, но я ничего сделать не могу. Что так медленно так? А бревны тащить я не могу? Нет, только то, что подсвечивается синим я могу. Тащить. Возможно, мне надо еще дальше пройти. Сейчас посмотрим. Я просто хочу убедиться, что я тут ничего не забыл. Отсюда. Это жилое помещение явно какое-то. Я что-то думал, что здесь окно, но окна здесь нет. Жилое помещение. Вещь отсюда я забрал. Я уверен, что, наверное, и ту вещь можно было бы, наверное, забрать. Первую. Стойте, а это... Если это лейка, это очень похоже на лейку. Я сейчас возьму, а вдруг это нужно для того, чтобы... Это ремонтный инструмент. Да, это ремонтный инструмент. Вот как это работает. Я протупил. Окей, я просто не нашел нужный угол применения. Я думал, нужно подойти, нажать какую-то кнопку. Не нужно ничего нажимать. Нужно сделать вот так. Fix it. Супер. А весь этот распил дров нам нужен был только для того, чтобы... Просто дотянуться до этого Fix it. Значит, штука абсолютнейше нужная. Пока что положу... А, у нее энергия есть. Смотрите, я потратил две. На одну починку уходит одна энергия. Окей, понял. Теперь. Вот этот рукав, он должен убраться нафиг? Все, я призем... Нет, мачта! Мачта! Хух, сейчас пришлось бы второй раз еще не такой... Не, я не буду убирать мачты, я не вижу никаких этих... На, тебе! Да, тут такое, немножечко не поторопишься и... Здравствуй, опа, Новый год. Первую головоломочку мы вроде как прошли. Окей. Сохраняшка. Что же нас ждет далее? Посмотрим. Что, можно? Это же не то, что тыкнул, это нужно вжать. Вжать! И теперь поднять парус. Ну, да, тут такое дело, там механика с парусом была попроще, потому что я его просто поднял, и он дует по ветру. Но там нужно было, ну, ускорение... Ну да, ускорение от паруса ты получал, конечно. То есть, ловить до того момента, пока... Вихрь начинает дуть. Да, видимо, это оптимально. Когда ветер дует, то это оптимальное положение паруса. Посмотрите на заднем фоне, там такое... Лопасти какие-то... Этого я не делал, это включилось автоматически. Комалин побежал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дисклей, субтитры создавал DimaTorzok Парус можно вообще кстати убрать А вот так вот hope to складывается Только когда пару соццеплен А до этого я просто ударился Поэтому это сработало Я понял Все познается на собственных ошибках То есть пока не цеплен Я к сожалению полностью не обладаю Вот этим всем морским сленгом Поэтому для меня мачта, крюк и всякое такое, это просто слова. Так, ветер вполне нормальный. До того же дерева я не достану. Надеюсь, не достану. Кстати, сохранение прошло. Стоп! Задница. Бам. А вот это никак же не то, чтобы не предусмотришь. Можно, наверное, если отдалять. Блин. Две починки осталось. Вообще нехорошо. Так. Нужно, наверное, не так разгоняться и больше смотреть наперед. Вот, сейчас мы в эту сторону врежемся, но это нам урона никакого не нанесет, потому что нос у нас явно бронированный и сильный. Нам там придется что-то делать. Бам. Тогда вам предлагаю что-то делать. Уже тогда будем в следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok